Президент Латвии сегодня выразил уверенность, что в одном из латвийских министерств завелись злые духи, и они оказывают, цитата, «вредное воздействие на руководителя ведомства». Накануне министр культуры Латвии заявил, что памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков давно пора снести как символ оккупационной власти. Российский МИД возмутился. В итоге отношения двух стран, которые и без того были прохладными, могут стать и вовсе ледяными. С места событий наш балтийский корреспондент Андрей Хромцов. «Я был одним из первых, кто подписался за инициативу сноса памятника. Он стоит в самом центре Риги, в одном из самых красивых мест. По-моему, это место должно иметь совсем иной вид». За эти слова, сказанные министром культуры Латвии в интервью одному из местных каналов, сегодня пришлось объясняться президенту Андрису Берзинчу. В многочисленных интервью местным и западным СМИ латвийский лидер шутил о плохой ауре в Министерстве культуры. Необходимости провести сеанс изгнания злых духов. Слова министра не вызвали особого скандала. Но, судя по реакции европейской прессы, оставили на Реноме Латвии пятно. «Латвия сегодня сходит политически с ума. Люди не знают, что творится в мире, в Европе. Ну, например, ну, кто бы сегодня, кому бы в голову пришло в Берлине сносить памятник русскому солдату или в Будапеште». По приказу министра, пускай даже культуры, памятник освободителям снести невозможно. Для этого нужно одобрение Сейма. И национал-радикалы надеются его получить. В интернете полным ходом идет сбор 10 тысяч подписей граждан Латвии, ратующих за демонтаж. 9800 уже набраны. Осталось всего 200. После того, как подписи будут отданы в Сейм, судьба памятника окажется в руках 100 латвийских парламентариев. «Этот памятник был построен незадолго до падения советского оккупационного режима. Это настоящий символ пропаганды. Он просто утратил в наши дни свою актуальность. Он несет ложную информацию». В 40-м году Латвия была занята советскими войсками. Многие жители страны узнали, что такое расстрелы, ссылки в Сибирь. Их потомки уверены, это памятник не освободителям, но памятник оккупантам, от которого следует поскорее избавиться. Подобные ролики в латвийском интернет-пространстве появляются регулярно. Авторы предусмотрительно информируют пользователей. Ролик не настоящий. Сегодня возобновился суд над латышским националистом со странной латышской фамилией. Игоря Шишкина обвиняют в подготовке терактов против натовских военнослужащих, гомосексуалистов и почему-то китайцев. Это сейчас. А ровно 15 лет назад Игорь Шишкин стал первым, кто попытался взорвать памятник освободителям в Риге. Получилось это крайне неудачно. Подельник у него погиб, сам получил ранение и еще три года тюрьмы. Игорь Шишкин – лидер организации «Гром и крест», латвийский неонацист номер один. Говорит, не может спокойно смотреть, как русские каждый год приходят к монументу и празднуют 9 мая, дату, ставшую началом новой оккупации Латвии. Шишкин надеется, если не будет памятника, не будет ежегодных гуляний. Арнольд Мартынович Паже прошел всю войну. Он воспринимает подобное отношение к памятнику как пощечину ветеранам. Вообще всем тем, кто воевал на стороне антигитлеровской коалиции и отдал жизнь за освобождение Европы от фашизма. Арнольд Мартынович вряд ли мог предположить, что героями окажутся бывшие бойцы 15-й и 19-й дивизий ВАФ НСС, а советские ветераны окажутся вроде как виноватыми. Народ, у которого нет прошлого, который забывает о прошлом, у того народа нет и будущего. Поэтому я думаю, что у тех политиков, которые этот вопрос поднимают, у них тоже нет будущего. В 44-м году в ходе боев за освобождение Латвии от немецких войск погибли 150 тысяч советских солдат. Но в современной Латвии памятники ставят не им. В городе Бауска недавно открылся монумент, на котором написано «Защитником города, боровшимся против второй советской оккупации». Андрей Хромцов, Вадим Репецкий. Специально для RTVI. Латвия. Рига.